Дистанционный Рамадан Плюс 2,3% Дагестан в десятке лучших регионов России по приросту населения Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов Муфтият Республики Дагестан объявил, что первый день месяца Рамадан приходится у нас на 25 апреля Это связано с тем, что в ночь на 24 апреля из-за густой облачности невозможно было увидеть в нашей республике признаки новолуния невооруженным глазом Следуя установлением ислама и словам пророка Мухаммада, мир ему и благословения Пасханник Аллаху выбрал для нашей умы очень легкий способ определения начала или конца лунных месяцев Пасханник Аллаху сказал Соблюдайте пост, увидев серп молодого месяца И завершайте месяц тоже таким образом А если из-за облаков или других вещей вы не увидите серп молодого месяца Вы завершаете, делайте 30 дней Например, у нас завтра пятница 30 дней Мы это делаем по сумме Что этот хадис нам дает? Пасханник Аллаха связал начало и завершение лунных месяцев Видением серпа молодого месяца Ибн Хаджин Аскадани в своих трудах говорит Это нам дает, что если в будущем в нашей уме будут люди, которые разбираются в этой сфере Все равно то, что Пасханник Аллах установил, остается для нас Что касается Новолуния, да, астрономические расчеты на тысячи лет вперед могут сказать, когда Новолуния Но с Новолунием наши ребята не начинаются Пост не начинается, месяц не завершается Новолуния это когда приблизительно одной прямой находится Земля, Луна и Солнце А для нас нужно неамение Неамение это когда уже серп молодого месяца Человеку можно невооруженным глазом увидеть Все имамы и ученые Дагестана объединились и сошлись на одном решении Первый день месяца Рамадан наступил у нас 25 апреля На практике нередко среди ученых, занимающихся исламским правом, имеют место разногласия в подобных вопросах В разных регионах и странах решения о дате начала и конца священного месяца принимаются согласно местной специфике И потому могут не совпадать В этом нет ничего удивительного и тем более предосудительного с точки зрения ислама Главное мусульманам следовать решению Алима в своего региона, объявленного в Дагестане муфтиятом республики Рамадан – месяц неспослания Корана на землю Каждый год в течение священного месяца в мечетях по сложившейся традиции перед ночным намазом проводилось чтение Корана Учитывая текущее положение в мире, подобные чтения священного писания будут проводиться в прямом эфире на официальной странице муфтията Дагестана в Инстаграм каждый день в 19.30 Две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми в месяц Рамадан Об этом в понедельник вечером сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей Мусульмане не смогут совершать там пятикратный намаз и таравих Специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательного ночного намаза Напомним, что 20 марта власти Саудовской Аравии объявили о закрытии на неопределенное время двух мечетей В целях предотвращения распространения нового вируса Стоит отметить, что и в Дагестане молитва таравих не будет проводиться в мечетях Ученые-богословы, учитывая сегодняшнюю ситуацию, рекомендуют совершать ее дом Муфтиат Дагестана, врачи и все органы исполнительной власти ежедневно призывают жителей нашей республики к самоизоляции А также к бережному отношению друг к другу и в первую очередь к самим себе Мы приближаемся к священному месяцу Рамадан Поэтому категорически настаиваем и призываем верующих Дагестана совершать все богослужения дома Включая таравих намазы и богослужения, совершаемые в святые ночи Не посещайте кладбище и места скопления людей Для удобства населения в официальном аккаунте Муфтиат Республики Дагестан В сети Инстаграм будет ежедневно транслироваться чтение священного Корана А также различные проповеди Также будут проводиться прямые эфиры, в ходе которых любой желающий сможет задать онлайн режиме интересующий его вопрос Муфтиат Республики призывает всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции Не контактировать с людьми без крайней необходимости Как и все религиозные предписания, выплату с заката и любых других пожертвований Сегодня можно осуществить, не выходя из дома Используйте мобильное приложение или сайт благотворительного фонда Инсан Мусульмане встречают благословенный месяц Рамадан Благотворительный фонд Инсан, который ежегодно организовывал коллективные эфтары для малоимущих Не оставит людей без внимания и в этом году Для подопечных фонда будет организована адресная доставка еды Каждый день в течение всего Рамадана волонтеры будут доставлять к ефтару уже готовые порции Фонд Инсан имеет филиалы по всей республике Поэтому благотворительная акция хватит около 10 тысяч семей Напомним, что из-за пандемии коронавируса в стране запрещены все массовые мероприятия Поэтому и было принято решение изменить формат оказания помощи нуждающимся В Дагестане в конце недели зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных COVID-19 В пятницу в республике выявлено 113 новых случаев Вместе с тем от болезни излечились 43 человека 11, к сожалению, скончались Еще в конце марта Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом Полностью перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом Для проживания медиков там оборудовали один из корпусов На время работы врачи не покидают территорию центра Штаб помощи мы вместе передал врачам продукты Подробнее в сюжете Луизы Раджабовой К сожалению, в стране наблюдается рост больных коронавирусом Республиканский центр инфекционных болезней работает в закрытом режиме с 23 марта В первую неделю сюда доставили примерно 20 больных На сегодняшний день в стационаре находится порядка 200 пациентов Из них в отделении вирусной пневмонии 90 человек И порядка 110 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией Наблюдаю эту всю ситуацию и, конечно, ее анализирую Понимаю, что ситуация в Республике, в стране очень серьезная И, конечно, в массовом порядке есть все алгоритмы действия Каждого человека расписаны Конечно, это самое главное Понять серьезную ситуацию Понять, что действительно временная изоляция Поможет уменьшить накал Штаб помощи мы вместе, который объединяет Общероссийский народный фронт Благотворительная организация волонтеров и неравнодушных граждан Решил поддержать врачей и выразить благодарность за их самоотверженность Сегодня в стране наблюдается рост инфекции коронавируса И наши врачи каждый день, в том числе рискуя своим здоровьем, оказывают помощь больным Мы сегодня решили поддержать их Привезли им фрукты, привезли им молочные продукции Напомним, акция «Мы вместе» проводится во всех регионах страны С каждым днем к ней подключается все больше людей Через горячую линию или на сайте «Мы вместе» каждый может предложить свою помощь или стать волонтером Луиза Раджабова, Дауд Касанов, Новости Нанте, Махачкала Врачи сейчас делятся нелегким положением внутри больниц Где принимают больных с подтвержденным опасным диагнозом В эпицентре событий работает пресс-служба первой городской больницы Махачкалы Где также лечат больных коронавирусом Сотрудники медучреждения отмечают, что болезнь, с которой пришлось столкнуть Медикам и пациентам во всем мире Очень коварно и малоизучено Поэтому иной раз от считанных секунд зависит жизнь человека То хорошо, то плохо Здесь контролировать, что вот так заболевание пойдет или невозможно Ситуация может меняться в любой момент Не в нашу пользу, имеется в виду не в пользу пациента и врача Реанимационных больных так быстро оценить состояние невозможно Все они на аппарате Поэтому, как ты определишь здесь Во сколько их можно вытащить В Дагестане становится все больше больных пневмонией Оперативный штаб республики пока не опубликовал данные по больным с таким диагнозом Но врачи утверждают, что именно сейчас в Дагестане наблюдается пик вне больничной пневмонии В сравнении с аналогичным периодом прошлого года К сожалению, наш коллега, редактор художественного вещания телеканала ННТ Шамиль Махаев Находится сейчас в центральной больнице с диагнозом пневмония Вот что он рассказал в беседе с моими коллегами К счастью, в моем состоянии, скажем, все лучше Сегодня у меня уже шестой день пребывания в центральной больнице Махачковы И надо сказать, что я, как и многие дагестанцы, оттягивал свое лечение Думал, пройдет и так, но не пройдет, друзья Сидя дома, мы еще и с таким диагнозом рискуем заразить своих родных Так, например, за все время пребывания моего больницы Я постоянно наблюдаю за тем, как людей в стационаре становится все больше Палаты заполняются практически у всех новых поступивших Тот же диагноз, что и у меня двусторонняя пневмония Отделение, в котором я нахожусь еще в пятницу, было пустым А в субботу уже яблоко было негде упасть Ноги отнимались, три дня И три дня я начал кашлять кровью А как проходит лечение? Прекрасно Есть дома, кто заразился? Нет Когда заразился, ничего Я один А раньше было такое? Нет Те, кто не осознает эту болезнь Пока на себя не примут ее, не поймут Вся суть этой болезни Вот здесь видно пациенты, которые как поступают Можно сказать, дыхаются, не дышат В данной ситуации вижу, да, их сам тоже в коридорах уже Проходит у них реабилитация, можно сказать, более успешная В день с симптомами кашель, температура, затрудненное дыхание поступают до 120 больных Лечить и оказывать помощь каждому врачи едва успевают Многие из них уже забыли о выходных Ситуация с распространением инфекции усугубляется запущенными формами Когда люди оттягивают обращение в больницу и занимаются самолечением В таком случае итог может быть самым плачевным Поступают до много пациентов, почти в 3-4 раза увеличился поток И с этой целью мы перепрофилировали практически все верхние этажи шестиэтажного корпуса И на сегодняшний день почти 280 пациентов с двусторонней пневмонией Находятся у нас на стационарном лечении Сейчас переполнены отделения, которые практически все терапевтические отделения Заполнены пульмонологическими больными И когда знаешь, что высокая вероятность заболевания самого медицинского персонала Правда, мы обеспечены средствами индивидуальной защиты Но люди работают Симптомы у всех одинаковы и очень схожи с COVID-19 Вообще, само возникновение вспышки вне больничной пневмонии Врачи также связывают с пандемией коронавируса Самих коронавирусов на сегодняшний день свыше 40 штаммов Но какой именно штамм, в каком регионе реагирует сегодня, превалирует Никто точности не может сказать Но, к сожалению, да, мы отмечаем атипичность течения пневмонии на сегодня А какие прогнозы у вас дали? Прогнозы, надеемся, скорее всего, ближе к майским праздникам Появится солнце, а ультрафиолет – это самое пагубное влияет на этот вирус Врачи подтверждают, что сейчас в республике пик заболевания пневмонии нового типа И риски заражения до середины мая очень высоки Поэтому все медики, лично я, как человек, которому пришлось столкнуться с этим недугом, лицом к лицу Хочу призвать всех вас по возможности находиться за дома Сотрудники МЧС провели дезинфекцию Махачкалинского аэропорта Цель этих работ – профилактика распространения коронавирусной инфекции В аэропорту дезинфекция в штатном режиме проводится ежедневно Поэтому задачей сотрудников спасательного центра было проведение дополнительной санитарной обработки Были обработаны входы в здания, фасад, тротуары, автостоянка и асфальтобетонное покрытие дорог, прилегающих к терминалу На сегодняшний день подобные работы проводятся во многих муниципальных образованиях республики Продезинфицировали на неделю Махачкалинский железнодорожный вокзал Противоимикробным раствором были обработаны плитка, асфальт, перроны и само здание Такие санитарные мероприятия ведомство проводит повсеместно Такие работы проведены уже в 21 муниципалитете и 23 населенных пунктах республики Учитывая, что объекты транспортной инфраструктуры являются опасными с точки зрения распространения коронавирусной инфекции Работы сегодня проводим в Махачкалинском международном аэропорту Данная работа будет продолжена и как на объектах транспортной инфраструктуры, так и в других органах местного самоуправления И печальная новость На неделю ушел из жизни наш коллега Видно общественный деятель, руководитель медиахолдинга «Прибой» Жамалдин Алиев Ему было всего 57 лет Искренностью и добротой, ответственным отношением к работе, широтой знаний он снискал любовь и уважение среди коллег Практически ни одно просветительское мероприятие в республике не проходило без его участия и поддержки Жизненным кредо Жамалдина Алиева было желание помогать людям, нести добро Телекомпания ННТ и радиостанция «Ватан» выражают глубокие соболезнования родным и близким Жамалдина Алиева Память о нем навсегда останется в сердцах друзей, коллег и всех, кто его знал В Махачкале волонтеры Общероссийского народного фронта посетили дом престарелых Пожилые люди находятся сейчас в группе риска Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса Ребята-волонтеры не только помогли продуктами, но и доставили дезинфицирующие растворы, которые сейчас так нужны Поддержал волонтеров и Дагестанский государственный университет Работники лаборатории ВУЗа специально для дома престарелых Изготовили средства дезинфекции и обработки помещений, в которых пребывают пожилые люди Всего работники ДГУ изготовили 120 литров дезинфицирующего раствора Из безопасного и простого пищевого продукта – поваренной соли Овощеводы Левашинского района поддержали благотворительную акцию Министерства сельского хозяйства Дагестана Было отгружено более 30 тонн высококачественной капусты для помощи врачам и медицинским работникам Которые находятся сейчас на передовой в борьбе с новой инфекцией Подробнее об инициативе со стороны местных жителей Падимат Ханапова Несмотря ни на что, работа продолжается В это непростое время аграрии республики не перестают активно трудиться на полях и фермах, в садах и огородах Так они вносят свой достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны Аграрии Левашинского района не исключение Владельцы личных подсобных хозяйств села Ухли Накануне отгрузили для нуждающихся более 30 тонн высококачественной капусты в Москву Вот решили помочь акции как бы Вот все собрались здесь Чистим эту капусту Как можем, тем помогаем Вот так выращиваем капусту лет 35-40, наверное Вот так выращиваем и каждый год мы отправляем россиянам капусту Это не разовая акция поддержки, отмечает Минсельхоза Ранее аграрии других районов также принимали участие в гуманитарной помощи Она направлена на сбор продуктовых наборов для социально незащищенных категорий граждан А также медицинским работникам, которые находятся на передовой в борьбе с новой инфекцией Отправляется добротная, экологически чистая, качественная наша овощная продукция Которую наши соходтоваропроизводители производят ежегодно на своих участках Это наша не первая акция, я надеюсь, это не последняя гуманитарная помощь, которую мы оказываем Наши аграрии регулярно помогают жителям городов А также регулярно обеспечивают Министерство труда для того, чтобы собрать продуктовые наборы для малоимущих семей С начала апреля уже более чем на 5 миллионов рублей продукции наши аграрии поставили для соформирования продуктовых наборов Это, естественно, и овощи, это и фрукты, соки, мясные консервы, а также макароны, кречка, крупа и другие продукты первой необходимости Отметим, что ранее на заседании оперативного штаба специалисты исключили возможность дефицита продовольствия на территории Дагестана Было отмечено, что агропромышленный комплекс даже в это непростое время продемонстрировал свою силу и стабильность По теме от Канапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Невершинский район За три года население Дагестана выросло на 2,3% Такие данные приводят к демографический рейтинг РИА Новости Показатель позволил войти республике в топ-10 субъектов России по приросту населения Так, исследование показало, что в Дагестане естественный прирост населения оказался наибольшим среди всех субъектов России При этом одним из самых высоких по стране оказался иммиграционный поток из республики Эксперты РИА Новости посчитали, что регион за три года покинули 30 тысяч человек В целом за последние три года численность населения России снизилась на 55 тысяч человек В Дагестане самый низкий показатель самоизоляции по всей стране Согласно данным Яндекс.Карт, наихудший результат в городах Махачкала, Буйнакский и Дербент около 3 баллов В Хасавюрте Каспийский и Сбербаши уровень самоизоляции составил 3,2 балла Самый высокий показатель по России в городе Герчи – 4,2 балла Причина такого поведения, как объясняют жители Дагестана, заключается не только в скептическом отношении к существованию нового вируса Но и в необходимости зарабатывать Напомним, что ранее, согласно поправкам, внесенным в указы о самоизоляции Были ужесточены меры по отношению к тем, кто без веской причины не сидит дома Штрафы по отношению к частным лицам, предпринимателям и юридическим лицам варьируются от 1 до 300 тысяч рублей МВД Дагестана проводит проверку по нашумевшему факту Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о возможном использовании подневольного труда в Тарумовском районе Заявитель случайно услышал в автобусе Москва-Махачкала о принуждении двух мужчин к труду в условиях долговой кабалы К делу тут же подключились полицейские Подробнее в материале моих коллег Все началось с поста в одном из пабликов в Инстаграм Это было обращение неравнодушного очевидца к МВД и правозащитным организациям с просьбой разобраться Министерство внутренних дел быстро отреагировало и было проведено разбирательство Выяснилось, что двое потерпевших, уроженцы Новосибирской области и Ямал-Ненецкого автономного округа Стали жертвами злоумышленника, который обманным путем пытался нажиться Трудоустроив их в кавычках в одну из кошар в Тарумовском районе Свидетелем этой ситуации, к счастью, неудачливых работников стали пассажиры автобуса Ехал через Москву на родину, на Ямал Ну, так суждено, случилось как-то, что опоздал на поезд Деваться было некуда, денег в кармане нету И тут подошел, ну, познакомился там с другом, можно сказать, уже друг мне, Леша Познакомился с там человеком, Миша такой Он предложил нам работу С их слов мы услышали совсем другую информацию И условия работы, то, что там зарплата, они 20 тысяч, а 5 Нужно минимум 8 месяцев работать Нам деваться было некуда, так как уже и за автобус надо было платить В итоге мы согласились с ними поехать Злоумышленник посадил потенциальных работников в автобус И заверил их, что купил им билеты до пункта назначения Чего по факту сделано не было Обещали им работу в Ставропольском крае А оказались в итоге в Дагестане Посулили 20 тысяч в месяц Но затем объявили, что больше 5 не предусмотрено Из-за отсутствия средств потерпевшие были вынуждены согласиться Вариантов было только два Либо соглашаться ехать с ними, либо отдавать водителю 15 тысяч за проезд От Москвы до Кочубея Так как средств не было, получилась тупиковая ситуация Пришлось ехать с ними С этими парнями туда В автобусе, скорее всего, разговор наш слышали Пассажиры, от чего и Пошла все это Заваруха Как позже выяснили сотрудники МВД Реальная цена за проезд по указанному маршруту Составляет до 3 тысяч рублей А озвученная водителем сумма Это тот самый капкан долговой кабалы Заведомо зная, что в кармане у работников нет даже тысячи рублей Он назвал неподемную сумму И в одночасье сделал их своими должниками Двое мужчин, которые встречали патет певших Также доставлены в отдел полиции С двоюродным братом выехали в Кочубея Мы сказали, что рабочего есть, везет работника Выехали в Кочубея Я сам лично тоже спросил несколько раз Вас вынудили с автобусом, что вы пришли на работу Или что, говорят Нет, говорят, мы согласны, говорят, приехать на работу Вот такая история Больше я особо тоже не знаю По данному факту собран материал Для принятия процессуального решения Расследование продолжается Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Патимат Ханабова, Дауд Гасанов Новости ННТ, Тарумовский район При содействии МВД Дагестана Пранки над учителями не пройдут Следственный комитет будет отслеживать Подобные факты издевательств Допущенных в отношении учителей На дистанционном обучении В ведомстве отмечают, что недостойное Оскорбительное поведение подростков Является проявлением неуважения К педагогам и сверстникам Действие препятствует учебному процессу А поэтому Следственный комитет Совместно с Министерством просвещения России Намерен отслеживать в интернете Деструктивные материалы Для установления всех причастных К их распространению лиц И последующие правовые оценки их действий Медики готовят новое оружие Против коронавируса Плазму переболевших им дагестанцев Начнут отбирать и поставлять в больницы Известно, что кровь выздоровевших От COVID-19 пациентов Содержит антитела к данному заболеванию Поэтому она может использоваться Для лечения новых больных с этой инфекцией После выздоровления Потенциального донора Должно пройти не менее двух недель Он должен дать добровольное согласие На отбор материалов На базе Республиканской станции перерывания крови Есть все необходимое для организации этого процесса Один донор может помочь сразу троим пациентам Накануне в Махачкалу прилетел самолет С паломниками из России Задержавшимися в Саудовской Аравии После совершения малого хаджа Задержка была связана с закрытием границ королевства Из-за введения чрезвычайного положения Связанного с пандемией коронавируса Всего вернулись около 250 человек Большая часть из которых – жители Дагестана Среди них и студенты, проходившие учебу в арабских странах Абдулла Алиев расскажет подробнее о долгожданном возвращении Более месяца провели вдали от родного дома десятки дагестанцев Паломники из России с началом активной фазы вирусной пандемии в мире Стали вынужденными заложниками на святых землях Все границы и аэропорты закрылись Власти Саудовской Аравии прекратили авиасообщение с большинством государств В стране был введен комендантский час и ряд ограничений по передвижению между городами Нашим гражданам пришлось на последние средства оплачивать проживание на чужбине Где цены на товары и услуги довольно высоки Они закрыли аэропорт, закрыли то, что летает международный самолет Они закрыли все полностью с другими странами А внутренние они оставляли Через неделю, где-то неделю, 5-6 дней они уже закрыли между городами тоже Полностью аэропорт закрыли они После этого пришлось нам вернуться уже в Медину Потому что в Джиде жить тоже не получалось Потому что в Чаймедине в Джиде жить дороже тоже И касательно финансов тоже у нас не очень такое хорошее положение Потому что находишься в плачевном состоянии тоже Все это время российское консульство в Джиде вело активную работу по организации возвращения наших граждан На протяжении всех дней вынужденного пребывания россиян в Саудовском королевстве Дипломаты отслеживали места нахождения задержавшихся паломников из России Составляли их списки и готовили людей к отправке на родину С принятием правительства России постановления Организации вывоза российских граждан Оказавшись в тяжелой ситуации в материальном положении за рубежом Мы начали уже конкретную подготовку к организации вывоза И под тем категориям, которые подпадались под вывоз Это туристы, паломники и лица, находящиеся в прибывающем за рубеж в ту или иную страну после Нового года Не обошлось и без трудностей Как поясняет генконсул России в Джиде Багаудин Алиев С видением новых электронных виз граждане России Воспользовались возможностью самостоятельно отдельно от турфирм отправляться в священные города И поэтому расположились в разных частях Саудовской Аравии Что усложнило задачу по их нахождению В октябре прошлого года, 19-го года, электронных виз То наши граждане начали активно этим воспользоваться И самостоятельно, индивидуально приезжать в Саудовскую Аравию И размещаться, и проживать там, где они хотят Поэтому найти наших граждан, установить наших граждан в местах их нахождения было очень сложно Но вот долгожданная и радостная новость Паломники все же вернулись на родину Жители нашей республики сейчас временно расположились в санатории Сейчас они находятся под наблюдением врачей на двухнедельном карантине Стоит подчеркнуть, что свою помощь консульсу для организации перелета паломников из России на родину Оказала компания Марва Тур Отметим, что задержавшиеся в Сауде и жители республики поехали туда самостоятельно Не пользуясь услугами турфирм По предварительным данным, зараженных вирусом среди вернувшихся не выявлено Шествия бессмертного полка в связи с эпидемией коронавируса в этом году не будет Но организаторы придумали для масштабной акции новый формат Рассказать о своем герое сможет каждый только через интернет То есть акция пройдет в режиме онлайн Для того, чтобы принять участие в ней, необходимо снять короткое видео с истории о войне Или сделать фотографию в кругу семьи с портретом родственника, участника Великой Отечественной Видеоролик необходимо выслать на электронную почту, адрес которой вы видите на экране Или на WhatsApp номер 8 963 790 36 01 Это главное, чем запомнилась нам эта неделя До встречи в следующее воскресенье Удачи вам, друзья! Оставайтесь дома! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...